Сегодня важный день для университетской науки, для академической науки. Мы, как Государственный академический университет в университетах наук, писали вместе с нашими друзьями и партнерами издательства «Наука» о соглашении о научно-образовательном сотрудничестве. Это важный шаг к взаимодействию двух учреждений. Мы видим перспективы, видим возможности для совместного развития. Надо отметить, что издательство «Наука» — это, условно, старейшее, известнейшее, самое известное издание в нашей стране. Через 4 года будет 300 лет, нашему университету в следующем году 30 лет. И объединив усилия двух учреждений, я думаю, мы сможем сделать как для наших студентов, так и для академической науки много полезного. Мы рады видеть, как возрождается издательство «Наука», как оно растет, как оно вновь завоевывает те самые позиции, которые были раньше. Мы готовы в этом помогать, содействовать. Мы видим, что эти процессы происходят благодаря новому руководству, издательству «Наука» и очень рады участвовать в процессе возрождения академической издательской деятельности, готовы содействовать всеми силами в этом процессе. Есть очень важный момент, который связывает два наших учреждения. Это слово «академический». Уже 300 лет издательство «Наука» без малого является академическим издательством. И Государственный академический университет гуманитарных наук. Нас связывает из 300-летней истории Российской академии наук. И это чрезвычайно важно, когда издательство, которое занимается фундаментальной наукой, изданием монографии, изданием научных журналов, и университет, который взращивает молодых ученых, ежедневно договариваются дружить, сотрудничать, обмениваться опытом, кадрами. Именно это и дает синергию и веру в то, что будущее поколение будет лучше, чем мы. Поэтому я благодарен Илье Михайловичу Сокольщику, который совсем недавно, год назад, возглавил этот замечательный университет, за возможность, за открытость, и самое главное, за ежедневное участие. Договориться, встретиться, обмениваться, и каждый день жить тем, чем живет университет, чем живет издательство. И самое главное, делать это вместе.